Формирование комфортной городской среды – программа, которая не предполагает даже небольших пауз. Еще не начались работы по благоустройству на этот год, а город уже готовится к участию в 2021 году. С 13 по 19 февраля проходило рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в следующем году. 26 февраля специальная общественная комиссия утвердила итоги голосования. Голосование проходило достаточно активно. Всего в нем приняло участие 3776 человек. Созданы были территориальные счетные комиссии, созданы были территориальные счетные участки, где проходило голосование. Четыре комиссии работало по рейтинговому голосованию. В одной из комиссий были организованы две мобильные группы из числа волонтеров, которые осуществляли рейтинговое голосование вне помещений для голосования. Волонтеры, студентки Слободского колледжа, педагогики и социальных отношений приходили в организации и на предприятия предлагали проголосовать всем желающим за дальнейшее благоустройство города и на массовых мероприятиях, таких как «Лыжня России». По результатам работы четырех счетных комиссий выстроился рейтинг. Первые пять позиций из 16 заняли следующие общественные территории. На мероприятие по установке и замене светильников уличного освещения на улицах города количество голосов составило 2095. За ремонт и строительство остановок общественного транспорта составило 2042 голоса. Ремонт колокольни набрал голосов 1981. Ремонт фонтана – 1822 голоса. Благоустройство территории и ремонт мемориала погибшим воинам-первомальцам – 1552 голоса. На первых позициях значатся ремонт колокольни и фонтана. В случае, если город не победит в конкурсе малых городов и исторических поселений, эти объекты можно будет отремонтировать в рамках комфортной городской среды. Тем более, что население за. Мы на законных основаниях можем субсидию следующего года, которая будет примерно в тех же размерах, как и в этом, порядка 15 миллионов рублей, направить и на эти работы. То есть мы здесь уже с учетом решения по малым городам с вами примем решение, как двигаемся дальше. По поводу установки светильников. Город планирует сделать светлее улицы Шестаковскую и Ломоносова, а также микрорайон Красного Якоря по направлению конечной остановки автобусного маршрута номер один. Ранее все эти территории освещались городскими предприятиями. Сейчас же местное население постоянно жалуется на темноту. Там стационарных столбов, линий электропередач их нет. Начинать нужно с проекта, который стоит тоже определенных средств. Поэтому мы сейчас будем уточнять в Министерстве энергетики ЖКХ, можем ли мы начать проектирование за счет средств субсидий. По поводу остановок общественного транспорта предлагаю дать поручение муниципальному предприятию «Слободские пассажирские перевозки», которые осуществляют эту деятельность на территории города, чтобы они нам обозначили наиболее проблемные остановочные павильоны. Далее в итоговом списке асфальтирование нескольких участков тротуаров в разных частях города, установка светильников и видеонаблюдение на площади Первомайского микрорайона. Ограничений не было. Жители могли голосовать за любое количество общественных территорий в бюллетене. Голосовали не только взрослые, но и юные слабожане, начиная с 14 лет. Четыре бюллетеня признали недействительными, поскольку они были опущены в ящики для голосования пустыми. Дальше мы начинаем работу по составлению дефектных ведомостей, смет, чтобы в текущем году завершить вот эти все бумажные процедуры, чтобы с подрядчиками опять уже определяться в зимний период. Комиссия утвердила итоги голосования, чтобы подготовительные работы по программе можно было продолжить. Это было основное.